привет друзья с вами лада и как и обещала я снимаю видео о том как я сегодня обрабатываю бумажные трубочки для плетения раньше я использовала один очень простой способ для увлажнения бумажных трубочек это воду я смешивала с бальзамом для волос и этим составом я увлажняла трубочки перед плетением очень подробно о том способе я рассказывала вот в этом видео трубочки меня в принципе устраивали этот способ мне очень нравился и нравится до сих пор конечно в нем есть свои минусы недостатки например этот состав вода с бальзам для волос он совершенно не склеивает скрутку поэтому можно посмотреть вот при плетении скрутка немного оттопыривается в некоторых местах в принципе эти места не такие уж и заметны если у вас не слишком полые трубочки то скрутка оттопыривается совсем чуть-чуть но тем не менее если приглядываться это очень снижает качество изделия и конечно же хочется в своем любимом деле тоже совершенствоваться пробовать какие-то новые варианты так далее так далее и я решила попробовать новые способы для обработки бумажных трубочек которые предлагают нам мастера по плетению я знаю что многие уже так обрабатывают бумажные трубочки и довольны но я как обычно запозднилась и так ольга рыжкова нам предлагает способ обработки бумажных трубочек лаком с водой и татьяна беликова предлагает способ обработки бумажных трубочек пропиткой с водой я попробовал эти два способа скажу что они очень хорошие мне очень понравились но самый думаю что подходящий оптимальный вариант для меня оказался именно обработка трубочек пропиткой в конце этого видео я обязательно поподробнее расскажу почему мне нравятся трубочки больше обработанные пропиткой ну а сейчас я покажу сам процесс обработки трубочек который я немножечко изменила под себя как это обычно бывает дамы всегда все рецепты под себя подстраиваем и так для обработки я использую пропитку дюфа немецкое производство на полу матовая и здесь вы когда будете покупать обратите внимание что идут разные оттенки у меня бесцветный я как-то попалась я первую пропитку купила с оттенком дуб и он не ко всем трубочкам к цветам подходит и так здесь на изготовитель тоже смотрите у меня это германия это самый лучший вариант этой пропитки но и 750 миллилитров у нас в ленинградской области стоит 423 рубля и так я уже подготовила емкость который буду все размешивать все открываем саму пропитку она достаточно густая без резкого запаха запах очень похож на лак на водной основе ну потому как пропитка тоже на него очень похоже по свойствам но немного отличается я чуть позже расскажу чем и так готовлю сам раствор для этого я беру пропитки вот у меня ложка вот это одноразовая как столовая ложка по вместимости поэтому я беру ее практически полную но без горки все вот вот так вот то есть столовая ложка пропитки добавляю сюда воды столовую ложку и чуть чуть побольше совсем чуть-чуть я обязательно для видео вы считаю вот это вот чуть-чуть потому что я всегда все это на глаз делаю но в описании вы увидите точные точные пропорции ну например а если мы берем с вами 50 миллилитров пропитки то воды я беру где-то 60 миллилитров то есть вот совсем еще маленькую часть воды и пока я перемешиваю расскажу чем пропитка отличается от лака по своим свойствам они в принципе похоже этот этот вариант используется для покрытия деревянных поверхностей но если их использовать по назначению да и что пропитка что лака не защищают от внешних воздействий среды но лак например еще защищает от механических повреждений пропитка этого не делает и пропитка защищает от воздействия окружающей среды на короткий срок то есть она потом вымывается лак не вымывается тем он и хорош вот вот в принципе этим они различают то есть я например слышала что готовые изделия даже покрывают просто пропиткой ну не знаю я бы не советовал я бы все-таки для этих целей советовала бы лаком реально покрывать потому что лак именно для защиты от механических повреждений от потертостей там от каких-то мелких царапин пропитка все-таки защищает от солнечных лучей от плесени до каких-то грибков и так далее и так далее и так очень очень хорошо размешиваем и сейчас будем с вами обрабатывать трубочки что значит хорошо размешали это то что нету комков комочков и посмотрите однородная масса стала все готово уже мы будем сейчас обрабатывать трубочки теперь я беру небольшую часть трубочек который очень легко помещается в ладони емкость их укладываю и начинаю их обрабатывать кисточкой вот этой вот пропиткой этим раствором даже пропиткой с водой они у меня переворачиваются друг с другом контактируют тем самым начинается перемешивание рукой я помогаю это все делать но можно конечно это все делать на весу просто я поняла что мне вот именно так удобнее делаю я это все кисточкой но вот девочки я делают в одном направлении да вот так по по трубочкам а я делаю и туда и сюда в принципе мои трубочки не махрятся от этого скрутка все равно очень хорошо склеивается поэтому здесь каких таких минусов этому я не нашла то есть мы в разных направлениях очень достаточно комфортно это все делать а я еще хотела отметить то что вот я например говорю то какие-то пропорции но все всегда индивидуально вам возможно этот вариант не очень понравится давайте кто попробует скажет да ну один к одному не хочу делать да вот обязательно пробуйте разные варианты я пробовала по всякому обрабатывать только вот это для меня получился более оптимальные более подходящий тут можно видеть да как эти трубочки у нас покрылись то есть они обычно все вот так вот будто такие мокрые стали я сейчас эту порцию откладываю беру вторую порцию откладываю сюда совершенно спокойно беру вторую порцию даже я могу уже все трубочки тут у меня 100 штук все вот так вот и обработаю раствора этого хватит чтобы обработать 100 штук точно трубочки еще раз говорю я кисточка я не купаю в этом растворе и трубочки я обрабатываю уже после того как они после покраски у меня высохли то есть я мокрые их тоже не обрабатываю проходимся по ним после того как я обработала трубочки сложила их вот в такую кучу чтобы они друг с другом начали пропитываться они немного липкие на ощупь совсем чуть-чуть но друг дружки не прилипают как вы видите очень быстро они высыхают поэтому этот процесс нужно контролировать чтобы они полностью не высохли сейчас я их беру в пучок я специально с одной руки сняла перчатку чтобы по ощущениям как бы контролировать этот процесс и так и сейчас я их немножечко вот так вот проветриваю раскладываю веером чтобы они у меня немножечко подсохли у них уже появляется совсем другой звук у обработанных трубочек они сейчас немного липки но в принципе вот друг другу они не прилипают не слипаются конечно я думаю что если взять больше пропитки в соотношениях с водой то они будут слипаться друг с другом но я много пропитки не беру в принципе устраивает меня и такой результат и вот как только они начинают у нас сохнуть все подсыхать я этот момент учитываю засекаю у нас еще в квартире очень-очень тепло поэтому они быстро высыхают эти трубочки и сейчас вот как только они немножечко слегка подсохли то есть они не холодные на ощупь стали а чуть-чуть такие прохладные и прям вот меньше стали липнуть к руке я их целиком заворачиваю в пакет я вместе с кончиками заворачиваю и оставляю таким образом просто могу на столе оставить не до батарею вы можете на батарею даже положить но тут попробуйте и так и так я попробовала вот на столе их оставила и тоже такой же эффект получила на столе они у меня минут 20 полежат потом включусь покажу что дальше делаю и так прошло минут 20 я снова достаю трубочки из пакета они уже практически впитали в себя пропитку и липкость у них прошла то есть они совсем не липкие еще их вот таким вот образом проветриваю чтобы они чуть-чуть подсохли но тут скажу так что только по ощущениям смотрите как вот они у нас у вас высыхают потому что но это вот не описать словами до какой степени они должны высохнуть вот я приблизительно конечно постараюсь это все описать вам но нужно вам самим экспериментировать и пробовать обязательно разные варианты то есть например в один способ попробовали у вас не получилось никогда не складывайте руки пробуйте еще попробуйте сегодня не получилось отложите на какое-то время следующий раз попробуйте потому что в нашем деле только эксперименты потому что и пропитки бывают разные например вот я пользую дюфа вы можете не найти дюфы в вашем городе регионе поэтому конечно материалы разных фирм производителей по свойствам немного будут отличаться вот смотрите еще чуть-чуть трубочки подсохли то есть они конечно на ощупь прохладные но уже чуть потеплее вот я не знаю как это объяснить по ощущениям но вот как то так вот стараюсь и я снова их в пакет где-то уже на часик манипуляции много да и этот способ я считаю очень затратные по времени но тем не менее а трубочки очень хорошо получаются в работе так что я думаю что эти затраты они достаточно хорошо окупаются и так трубочки в пакет положила еще часик они у меня полежат включаюсь показываю что дальше делаю и так прошло приблизительно около часа я так строго не засекала по времени я достаю трубочки из пакета снова и снова их слегка вот так вот проветриваю чтобы они еще больше подсушились потому что они еще влажненькие на этом этапе если у меня нету времени и мне нужно ими сейчас плести я их подсушиваю феном но опять же не до состояния что они прям сухие сухие а вот они сухие сверху а внутри влажные они вот по ощущениям такие прохладные но если я никуда не тороплюсь а это зачастую именно так то я прибегаю к следующей манипуляции вот сейчас я их немножечко проветриваю после того как я опять же их слегка вот так проветрила они немного подсушились я их снова убираю в пакет вместе с кончиками я вот так вот заворачиваю все обычно такие манипуляции я провожу вечером то есть обрабатывают трубочки вечером а уже на следующий день на утро начинаю из них плести вот так вот мне удобнее всего свое время организовывать и так я заворачиваю их пакетик вместе с кончиками но если вот они вот так торчат ничего страшного заклеиваю все малярным скотчем чтобы у нас ничего не раскрылось и вот в таком виде я трубочки убираю в морозилку получается что они у меня целую ночь там находятся но это если я вечером их обрабатываю если не вечером а например утром то я их убираю часика на три в морозилку потом достаю через три часа часик-два они у меня немного отлеживаются и они готовы к работе то есть я из них приступаю что-то плести все этапы обработки которые я использую я обязательно напишу в описании под этим видео опять же говорю что я так приноровилась их обрабатывать возможно у вас вы для себя найдете более оптимальные или вообще другие пути обработки трубочек то есть этапы немного поменяются вот но говорю что опять же это я так приноровилась обрабатывать поэтому можно и этот вариант попробовать и свои какие-то варианты найти в общем надо экспериментировать в любом случае всегда надо экспериментировать я уже достала трубочки из морозилки и дала им часика-два в пакете еще полежать при комнатной температуре мне кажется они уже дошли до своей кондиции и в принципе из них можно плести а как я определяю дошли ли они до кондиции но лично по моим ощущениям это то что они такие на ощупь слегка слегка прохладные что говорит о том что они не полностью высохли но при этом такие увлажненные и вот еще такой показатель когда они в сыром виде у них присутствует некая шершавость такая небольшая небольшая но она вот на мой взгляд заметно когда они доходят у меня до кондиции то они становятся полностью гладкие и на них как будто бы такая пленка образовывается которые и склеивают скрутку и дает трубочкам такую гладкость такие трубочки обработанные пропиткой мне нравится больше чем трубочки обработанные лаком по той причине что на мой субъективный взгляд лаковые трубочки очень быстро высыхают их потом по времени трудоемко восстанавливать увлажнять они требуют больше времени чтобы впитать с себя влагу а вот трубочки с пропиткой как раз таки увлажняются как мне показалось быстрее если они полностью высохнут как только трубочки у меня например полностью высохли а я их окунаю где-то минут на пять в очень теплую воду вытаскиваю и снова в пакет кончиками наружу они у меня так полежат немножечко такие на ощупь становятся липки но потом липкость проходят и в принципе структура их восстанавливается но и такие они хорошенькие такие пластичные аккуратненькие в работе что мне нравится скрутка склеена даже не прибегая к помощи фена ну и вот если мы с вами попробуем из них вот так вот завернуть загогулинку видим что они без заломов это делают без каких-либо микро макро трещин что конечно мне нравится ну и сразу приходят такой хороший вид конечно если их постоянно вот так накручивать туда-сюда вот посмотрите вот если я туда-сюда их накручу то конечно они потом вид теряют по крайней мере у меня может быть я мало пропитки добавляю но в принципе вот я из трубочек не так уж много манипуляций делаю вот видите да они немножечко сминаться начинают мне камера совсем не ловит эти моменты но может быть вы видите да вот я четыре раза их закрутила вот они начинают у меня сминаться но мне например не нужно трубочку четыре раза крутить в плетении поэтому мне такие трубочки самое то очень хорошо подойдут ну вот я показала процесс как я обрабатываю трубочки пропиткой может быть вы что-то новое для себя узнали конечно все эти этапы можно немножечко упростить можно их и не класть в морозилку а потом высушить и сразу начинать плести но тут я говорю нужно экспериментировать пробовать и приноровиться самому самому найти лучший способ для вас более оптимальный способ решения я надеюсь что вам это видео понравилось ставьте большие пальчики вверх подписывайтесь на канал и желаю всем легкого плетения вдохновения увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях пока пока